В фойе городского дворца культуры сегодня необычайно многолюдно. Сотни мальчишек и девчонок собрались здесь, чтобы побывать в сказке. Пока готовится сцена, детям скучать некогда. Новогодний антураж, выставка поделок, аквагрим, а на втором этаже дворца – новогоднее шоу с участием сказочных героев. Море эмоций, впечатлений и хорошее настроение было обеспечено всем, кто оказался в центре событий. Наша акция проходит уже неоднократно. Это не первый объект, который мы посещаем канун Нового года. Ну и традиционно, конечно, все это проводим ради детей. Это наше будущее, и ставка, конечно, сделана прежде всего на них. Поэтому канун Нового года я хочу пожелать всем маленьким детям нашего города и района прежде всего крепкого здоровья, радости, бодрости, оптимизма, жизненной энергии, чтобы она воплотила в реальную жизнь все их мечты заветные, желания, ну и чтобы все обязательно сбылось в новогоднюю ночь. Новый год – это ожидание чуда. Пожелание для всех маленьких мазырян этого чуда дождаться. Новый год – это всегда такое торжественное, веселое мероприятие. Это мы, вроде бы, подводим какие-то итоги работы, ждем чудес, совершение, чтобы новогоднюю ночь наши мечты, планы совершились. Ну, хотелось бы, конечно, всем пожелать, конечно, любви, счастья, совершения всех мечтаний детям, чтобы их Дед Мороз обязательно принес утром подарок, который они ему написали. Сегодня прекрасное мероприятие. В рамках акции «Наши дети» отдел образования, спорта и туризма проводит такое замечательное мероприятие. В этом мероприятии принимают участие, конечно, и наши учащиеся, наши школы. Хотелось бы в преддверии нового года пожелать крепкого здоровья, счастья, чтобы этот год был волшебным, и наших людей, детей охраняли только добрые волшебники и добрые феи. Пусть этот год принесет только счастье и благополучие, мир нашему дому, нашей стране, нашей земле. Атмосфера праздника в этот день буквально переполняла стены дворца. Все это стало возможным благодаря акции «Наши дети», которая уже стала традиционной. На этот праздник мы приглашаем более 500 детей из каждой нашей школы, которая есть на территории Мозырского района. Это и сельские школки, это и городские. В обязательном порядке мы приглашаем деток, которые числятся у нас и закреплены за центром нашим инвалидов детей. Обязательно приглашаем детей из социально-педагогического центра и дома семейного типа. В этом зале сегодня присутствуют детки из малообеспеченных семей, из в какой-то степени семей, которые испытывают определенную жизненную трудность. Но, конечно, здесь присутствуют самые наши любимые дети, самые лучшие, самые талантливые, самые внимательные, самые хорошие дети. Нам бы хотелось организовать этот праздник для 18 тысяч детей нашего района. Но, к сожалению, у нас не построен такой зал, где мы можем посадить всех наших детей. И я надеюсь, когда мы выстроим большой дворец спорта, который строится возле Кургана, где мы можем посадить 2 тысячи, 2,5 тысячи детей, мы сделаем гигантское шоу, и у нас будет свое Мозырское районное новогоднее шоу, где мы можем принять не только детей, но и родителей. Торжество продолжилось в зале. Здесь маленьких зрителей ждала самая главная интрига. Сразу два Деда Мороза пытались повлиять на мнение ребят. Один из них – поборник здорового образа жизни, второй – его полная противоположность. Зрителям предстояло сделать свой выбор. История борьбы и зла, как и подобает, закончилась позитивно. Удовольствие от праздника получил каждый ребенок. Пожелания добра, счастья и исполнения желаний от маленьких участников торжества звучат и в адрес наших телезрителей. Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, чтобы этот год был самый счастливый для вас, чтобы у вас было много в жизни впереди сюрпризов. Я желаю всем здоровья, чтобы их год весь был плавный и хороший.